Приветствую друзья! Сегодня я в экспоцентре по приглашению компании Росгеология. Они мне обещали кое-что интересное показать. Но я вообще не ожидал, что это будет вот такой огромный монстр. Это только с виду похоже на КАМАЗ. На самом деле это не КАМАЗ, от КАМАЗа модели К3. Тут только кабина, и то она значительно переделана. А все остальное, вся рама, вся основа этой машины, это своя собственная разработка. Я представляю компанию ОГИАСВИП, генеральный директор Хангима Хедман. Компания ОГИАСВИП основана в 1995 году как производитель сейсмических виброисточников для полевой сейсморазведки. Сейсморазведка используется для поиска залежей нефти и газа. Основными заканчивающими являются недропользователи. Такие компании, как Новотек, Роснефть, Лукоил, Газпром и так далее. Эту технику применяют геофизические организации, которые проводят полевые сейсморазведочные работы. Данный экземпляр машины, это наша последняя разработка. Называется она SV30BM3. Эта модель создана на основе ее предшественника, SV30BM1. И разработана буквально за полтора года от чертежей до опытного образца. В принципе, это достаточно резвый темп и неплохой результат. Основной целью разработки данной машины было догнать всех международных конкурентов по характеристикам, обеспечить определенные характеристики и опции, которых раньше у машин не было. Такие, как, например, гусеничные блоки. И внедрение коншины. Это первая машина в линейке виброисточников Geosweep, которая применяет цифровую систему управления узлами-агрегатами коншинок. Собственно, три ключевых разработки в этой модели. Это гусеничные блоки, которые в полевых условиях могут быть заменены на колеса. В зависимости от ландшафта и условий, значит, работ. Коншина, как я уже сказал. И улучшенные характеристики возбудителя вибрации. Это центральная часть, которая находится между гусеничными блоками, которая в процессе вибрации, значит, опускается плита, весь этот модуль. И подается от командного блока импульсный сигнал. И машина дает свип-сигнал в недра земли. Свип-сигнал. Отраженные волны регистрируются геофонами. И на геофонической станции уже потом формируется база данных, информация, из которой строятся уже сейсмические профили. И сейсмические профили дают уже картинку расположения пластов. И по ним уже геологи формируют свою интерпретацию или моделируют расположение залежей. В последующем эти материалы ложатся в основу планов на бурение поисковых и разведочных скважин на нефть и газ. Блинов Павел Викторович, начальник отдела сервиса испытания ОГИА-СВИП, входящий в состав Росгеологии Государственного Холдинга. Перед вами вибрационный источник сейсмических сигналов. Самый мощный, один из самых мощных, наверное, в мире. Усилие воздействия на грунт данной машины 30 тонн сила. Конструкция данного виброисточника на шарнировом сочиненной раме. Крутящий момент силового агрегата ЯМЗ 7511 передается на коробку, распределяющую вращающийся момент на насосы. Два насоса работают в паре с передним и задним гидромоторами и вибрационный насос, который управляет самим возбудителем вибрации. Здесь очень много инноваций на данной машине. Доля отечественного производителя здесь 80%, 20% импорта. Сейчас аудиосы упорно работают над тем, чтобы заместить эти 20%. Какие-то вещи мы уже можем заменить. Это тоже раздаточный редуктор, коробки мы можем заменить на отечественного производителя. То есть они уже работают в поле, эти вещи испытаны. На данный момент это глубоко модернизированный СВ-30-150Б. Это 21 номер, 20 машин мы уже создали. Произведена тестация этой машины, сертификация уже произведена. Получен ПСМ, паспорт самоходной машины. Хорошо, прародителем Геосвипа была компания Сейсмотехника. Когда не стало Советского Союза, было принято решение создать производство эссмических виброисточников в Российской Федерации. И группа конструкторов и руководителей сформировали, которые ранее были сотрудниками компании ОАО Сейсмотехника в Гомеле. Создали вот эту компанию и стали производить российскую продукцию уже собственного производства здесь. Компания расположена в городе Кимры, Тверская область. Предприятие небольшое, коллектив 95 человек. У нас там есть небольшой станочный парк, карно-фрезерный, сточной. Сварочные возможности, плазменная резка, покрасочная. То, что возможно сделать на собственном предприятии, делается. Много элементов и деталей в этой машине сделаны собственными руками. Ну, литейку, крупные узлы рам, допустим. Ну, естественно, двигатель и насос, гидромоторы, гидронасос и много других элементов. Это все покупается. Я заметил, что гусеничные блоки импортные компании Полуци. А резиновые траки компании Континенталь, которая заявила об уходе из России. Да, в этих модулях мы не видим космических технологий. Это, в принципе, воссоздать или даже сделать еще более лучшие образцы. В России вполне возможно. Есть производители, которые, ну, например, производители сельскохозяйственной техники. У них также есть подобные модули. Есть треугольные, есть квадратные модули. Мы в этом году себе ставим задачу создать именно отечественные подобные модули. Но по резине пока это самый сложный вопрос, потому что именно в такую конфигурацию резину никто не производит. И плюс это низкотемпературная резина. Она под минус 40, да, то есть для именно Крайнего Севера. Процент импортного по цене машины, да, значит, и стоимость комплектующих. То есть процент по цене 30% импортного. Вопросов по ходовым качествам данной машины никаких нет. На данном виброисточнике представлены гусеничные блоки, которые экологически чистый вариант для всей сейсморазведки. Потому что удельное давление на грунт, естественно, вы видите, площадь опоры, она больше, чем у колеса. Она, как таковая, и делает колею более экологичной. Машины работают в основном в тех местах, где заболочена местность и растет ягель на родовых угодиях. Срок регенерации того же ягеля это 70 лет. То есть если вы ягель сорвали, чтобы он вырос заново, это 70 лет нужно, чтобы пройти. А эта машина просто приминает ягель. То есть она не прорезает, скажем так, колею. Говоря о ключевых узлах импортных, это прежде всего узлы гидравлики, гидромоторы, гидронасосы, фитинги для рукавов, фильтра и так далее. Различные краны. Самые сложные узлы это гидромоторы, гидронасосы. Но есть отечественные аналоги, которые требуют возможно доработок и возможно переделки определенных конструктивных решений. То есть это потребует некоторое время, но не катастрофично много. Следующий элемент, который тоже очень серьезный, это электроника. Ну то есть блоки управления, которые находятся в кабине. Каншина. Мы ее изначально делали из западных технологий. Это компания Bosch XRod. Но к нашему приятному удивлению, в России есть подобные аналоги, в том числе и изготовление контроллеров, дисплеев, комплектующих. Программа обеспечения полностью отечественная. То есть что мы будем делать? Мы будем просто полностью переходить на отечественную базу в электронике. Если в целом говорить, на текущий момент мы не видим каких-то там фатальных рисков, что это может привести к установке производства. А в связи с текущей геополитической ситуацией в мире почувствовали ли вы какие-то изменения для вашей компании? Почувствовали, что к нам стали больше обращаться. А больше обращаться, наоборот? За заказами, ну или как-то за запросы и так далее. То есть перестала быть доступна импортная аналогичная техника, значит у нас появились возможности нарастить долю рынка, продавать свое. От себя добавлю, что если находиться рядом с этой машиной, она конечно внушает. Мощная, большая, красивая. Я всегда говорил, что добыча полезных ископаемых, разведка полезных ископаемых, это наука емкая, высокотехнологичная отрасль. Этого не нужно стесняться. И вот такие машины наглядно подтверждают мои слова. И очень хорошо, что мы такую технику производим здесь у нас в России.